всем привет с вами канала и вторую надежда давайте сегодня посмотрим его планы мысли и его решения в отношении вас что он там задумал в своей голове что он думает по поводу вас по поводу своих действий так далее так далее все вопросы вы услышите в процессе расклада и конечно же я в любом случае сделаю сигнификацию чтобы вы смогли понять ваш расклад или нет это я всегда делаю для вас чтобы легче было определиться особенно для тех моих зрителей подписчиков кто смотрит расклады таро общие расклады впервые да или только-только начинает смотреть чтобы вам было проще интуитивные просмотры и можно научиться но на это потребуется не немножечко времени но она действительно стоит того потому что вам всегда тогда сможете получить любые ответы на любые свои вопросы давайте начнем ваше отношение сейчас что происходит что происходит между на между вами в данный момент пути дорожки разошлись хотя были планы на будущее хотя многое вас связывало и здесь может быть что ваши отношения очень длительные или вы давно знаете друг друга вместе учились например вместе когда-то работали сказать что вы абсолютно чужие люди ни в коем случае нельзя потому что вы сами можете привести много аргументов в пользу того что вас связывает у вас причем здесь может быть там одинаковые числа в рождении там например одинаковая в одинаковый месяц одинаковый год дата может быть полностью совпадать есть может быть у вас отчество одинаковые фамилия потому что здесь казалось бы что эта встреча она произошла не случайно и в процессе общения знакомства узнавания друг друга вы все больше больше подтверждались том что он это вообще не случайно это неспроста интересуетесь одинаковыми сферами темами может быть работа у вас такая же как у вашего партнера но как бы то ни было сейчас мы столкнулись тем что просто либо пауза здесь либо расставание действительно пути дорожки ваши вы в свою сторону ваш партнера в свою сторону здесь пошел не никто не хочет услышать друг друга никто не хочет сейчас повернуться друг другу причем знаете здесь каждый из вас хотел бы вы хотите чтобы именно он сейчас проявил себя а ваш партнер наоборот ему очень хотелось бы чтобы вы показали ему что вам не безразлично что вы хотите продолжать эти отношения каждый из вас здесь сейчас ждет помощи от другого но это для того чтобы понять для того чтобы быть уверенным что эти отношения еще нужны моему партнеру женщина когда ждет первого шага она конечно для себя сможет ответить на один главный вопрос если он действует будет что-то делать значит я ему нужна если нет значит ему все равно ему уже не нужно он разлюбил но поверьте в данный момент у вашего партнера именно такие же вопросы в его голове если она сейчас напишет мне или позвонит значит я буду знать что я и не безразличен я еще нужен и вот такая вот ситуация вот две буки не обижайтесь пожалуйста за такое выражение разошлись как в море корабли здесь но каждый подсознательно хочет увидеть шаг своего партнера мысли вашего партнера по поводу ваших с ним отношений но определенно здесь любовь то преобладает он точно понимает что здесь не выгода какая-то допустим со стороны женщины и же мужчины который думает да она там видит во мне какую-то помощь там и нужен там я не знаю работник на ее участке в ее саду там или она хочет чтобы я работал зарабатывал покрывал все ее запросы мари она хочет переселиться в мою квартиру много же бывают таких вот тараканов в голове у людей но здесь нет здесь мужчина реально понимает что ваши отношения были основаны на эмоциях ваши отношения были основаны на чувствах и саму любовь в себе он на самом деле смог прочувствовать то есть у него чувства к вам они раскрылись и он однозначно сам себе скажет что да я был влюблен да я эту женщину любил то есть у меня к ней было что-то большее чем страсть там чем желание интимного характера это действительно чувство которое она вызвала во мне которое она пробудила что еще он думает про отношения но посмотрите что он влюблен вас что чувство есть он не оценивает вашу встречу точно так же я думаю как вы как случайно просто сошлись поняли что вы ошибка друг друга в этой жизни и точно так же разбежались нет он реально понимает что вы сплелись эмоциями друг с другом и ваши чувства были чем-то большим чем просто взаимоотношения между двумя людьми конечно здесь мужчина скажет что насколько все было хорошо замечательно и страстно настолько все было и плохо но любовь порой это такое чувство которое вызывает не только приятные эмоции бабочки в животе состояние какого-то полета любовь порой вызывает муки страдания переживания и потому что здесь дьявол вы столкнулись с этим мужчины в форме или формате самых сложных взаимоотношений потому что уроки потому что попытка подстроиться или попытка изменить другого другого часто заканчивается имя именно обидой и непониманием что почему меня нельзя принять вот таким или такой какая есть почему ты хочешь чтобы я изменился из-за тебя или почему ты хочешь получить только то что хочешь ты а ты не слышишь меня в чем урок давайте спросим этих отношений для мужчины мы сейчас просим потому что здесь он все-таки ветеран показывает и что и была и чувственная сторона но и негатив в отношениях его личный урок девочки а его личный урок в том что есть такие женщины с которыми тебе действительно может быть хорошо но ради этой женщины если ты хочешь вот так же вот благоухай ты хочешь получать все радости ты хочешь испытывать состояние наполненности где-то и в чем-то ты должен измениться и поменять себя здесь мужчина обиделся и здесь мужчина столкнулся действительно с большой проблемой и дилеммы в своей голове он не готов очень сильно меняться делать какие-то серьезные действия или решения но в то же время он хотел бы быть в отношениях с вами потому что ему очень хорошо и это не потому что он вас не любит или это не потому что он вас не уважает а потому что в процессе начала отношений вот то что ему так нравилось вы ему позволяли и разрешали потому что сама тоже были на подъеме а вот такой вот подзаряд внутренний потому что чувство потому что страсть и не хотелось осложнять или ухудшать отношения какой-то просьбы каким-то вопросом может быть каким-то требованиям потому что хотелось получать здесь и сейчас и многие в отношениях сталкивались такой ситуации что можно было бы сейчас заострить вопрос на каком-то аспекте но эти мысли и вот этот порыв начинают от себя гнать потому что вот я сейчас скажу а ему не понравится ли я сейчас скажу и у нас в отношениях будет какое-то недопонимание какая-то проблема и это происходит практически у всех далеко не каждая женщина или не далеко не каждый мужчина вот в процессе когда страсть пышет таким очень сильным жаром они готовы спрашивать о чем-то серьезном они не готовы делать замечания они не готовы говорить жесткое нет мне это не нравится где-то закрываем глаза где-то говорим что да и ладно я потом спрошу или да ладно вот узнаем друг друга получше может быть я ошибаюсь а там дальше мы же уже будем более такими знакомыми друг с другом и уже можно будет уточнить спросить и вот в этот вот момент когда просто хочется продлить эмоции и хочется продлить свое счастье некоторые мужчины привыкают жить в таком состоянии кайфуют а потом для них случается огромное удивление почему женщина вдруг была такой хорошей она была такой доброй любящий страстной с ней никогда не было проблем она не выносила мозг а тут вдруг раз и и что-то с ней произошло женщиной произошло не что-то женщинам просто стала замечать определенные моменты которые игнорировать просто уже было невозможно и уже выбирая вот просто отдаваться этой страстью с головой не замечая проблем или все-таки что-то подкорректировать что-то уточнить что-то изменить конечно женщина а женщины они все-таки у нас по природе создания которые нацелены на серьезные взаимоотношения на создание собственного очага с конкретным мужчиной и конечно у женщины такой вот здравый смысл включается гораздо быстрее чем мужчин и мужчина готов все так же продолжать кто-то из мужчин говорит что я еще не нагулялся там ли я наконец-то вот хочу пожить полной грудью и и получать все то что хочу а женщина в этот момент она уже начинает включать мозг только параллельно с мозгом когда у женщины включается у нее на эмоции и чувства на полную катушку набрали обороты и ей хочется что все было хорошо чтобы дальше кайфовать а вот у мужчин наоборот да вот на фоне когда эмоции у них бурлят но женщина задает вопросы у мужчин начинает немножечко угасать то есть мозги у мужчин сразу начинают транслировать хоп что-то происходит не то и женщина пытаясь уладить ситуацию и видео особенно когда мужчина сопротивляется строки строптивиться вот у женщины начинают происходить очень сложные в голове процессы голове в душе чувство отвергнутости чувство непонятости падающая самооценка вопросы к себе и к этому мужчине потому что эмоции горят еще женщины разгоняются дольше чем мужчины и вот этот вот период разгона у них длится гораздо больше чем у нашей сильной половины у мужчин же наоборот они разгоняются быстрее ну и состояние привычки обыденности некого угасания у мужчин тоже все это происходит быстрее и в один момент женщины с мужчиной сходятся в той точке когда он уже не так уж и пышет страстью и может повыделываться и повыкобениваться а женщина еще горит вот этой вот химией но у нее появились вопросы и вот тогда вот начинается первый кризис в отношении когда женщине хочется все-таки убедиться что она та самая а мужчина уже начинает набивать себе цену и вот урок вашего мужчины здесь все-таки вот тот урок который наверное нужно пройти каждому мужчине и не все понимают такие моменты что если ты хочешь что у тебя с данной конкретной женщиной все было хорошо найди в себе силу и возможности что-то изменить в себе где-то ответить на те вопросы на которые ты раньше не отвечал где-то найти смелость в чем-то признаться но нет же и поэтому видите здесь для мужчины что много чего было здоровского такого и великолепного но в то же время и много проблем до проблемы которые ему со стало создавать его же любимая женщина которая просто перехотела и не нравится быть удобной и не нравится быть дурочка и не нравится закрывать глаза она просто захотела прояснить отношения и уточнить кое-какие вопросы которые и смущали но на которые она сама ответы найти не могла и мужчина таких ситуациях конечно же они психуют он конечно хочет и дальше получать все то что ему женщина так удавала безвозмездно ни за что не отвечал ну не да нет дальше нужно что-то делать меняться отвечать на вопросы вносить ясность кто вы что вы что будет между вами соответственно мужчина конечно будет говорить что в один какой-то момент она поменялась в один какой-то момент она стала другой я хочу получать мне это нравится а тут женщина г ты это можешь получать но есть одно или несколько условий главная задача все-таки вашего мужчина научиться подстраиваться здесь кстати хорошая карта как раз вот для данного расклада здесь шестеренки они все подстроены друг по друга и они работают в заданном ритме и нету никакого сбоя но изначально эти шестеренки пришлось подбирать и подгонять друг другу ваш мужчина сопротивляется он не хочет в каких-то аспектах здесь соответствовать вашим требованиям может быть вашим представлениям об идеальных отношениях поэтому страсть есть эмоции есть чувство есть все здорово но есть и нюанс который мне не нравится урок ему этот нам пройти и многие мужчинам действительно тоже не помешало бы его мысли о вас данный момент ну что вы прячетесь видите что вы сейчас где делаете все чтобы как-то себя возвысить а его опорочить он считает что вы способны сделать больно знаете как вот она сначала влюбила меня в себя а потом решила воспользоваться моей любовью чтобы начать диктовать там какие-то условия свои собственные он считает что вы хотите себя сейчас вот представить такой вот белый пушистый такой правильно а он такая вот невзрачная тень на вашем фоне который не достоин быть рядом с такой прекрасной леди которая которая здесь на карте но тем не менее все равно девочки он продолжает также испытывать к вам влечение он продолжает гореть тем желанием которое у него было изначально получать как можно больше эмоций любви кайфа в ваших отношениях и все чтобы это не было чем-то конечным чтобы не было сроков чтобы не было условий а тут получается видите он дальше какая ситуация чтобы мне что-то получать я теперь есть что-то должен да а почему раньше и ничего не нужно было и раньше все было здорово у него не включается понимание того что отношения безответственными без серьезных решений они могут развиваться какое-то время но для того чтобы дальше между вами что-то было люди должны друг по другу как эти шестеренки подстраиваться где-то ты рот закрыл где-то я рот закрыла в какой-то момент где-то ты ради меня сделал что тебе не нравится где-то я но он ведь нет конечно он будет не против чтобы вы под него подстраивались и это вообще будет вот бинго на все сто процентов да но вот подстраиваться под вас тут же считает что он сразу плохой вы делаете все что чтобы он был виноват во всех грехах вот и не просто ради того чтобы иметь определенную выгоду вот виде этого мужчин да вот такой вот удобный такой вот послушный каблук может быть в какой-то степени хотя точно так же девочки ждет видите некой помощи от вас но только видите здесь снова влази такой вот некрасивый подковерный момент когда делая шаг сейчас в сторону данного мужчины вы ему даете негласное разрешение на получение того что ему так хочется и при этом что он вам не особо то и чего-то и должен будет то есть раз ты делаешь шаг значит ты признаю что ты была не права по отношению ко мне и вот какие-то требования ты свои снижаешь ослабеваешь то есть тут вот мои хорошие просто знаете для себя какие свои действия на данный момент он обдумывает то есть то что ему иногда приходит в голову и что он не перелистывает там своей голове а то она на чем он начинает фокусировать свое внимание что нужны срочные и резкие изменения ваших отношений 13 аркан он очень быстрый он неожиданный и он кардинально меняет текущую ситуацию то есть ему не комфортно девочки быть таком состоянии когда разошлись в море корабли он этому противится он этому сопротивляется и она и понятно потому что удовольствие которое он получал с вами здесь больше чем достаточно и ему снова девочки хочется погрузиться вот в это состояние кайфа в это состояние удовольствие ну и каким образом вы знаете вот и бог будь у него возможность он бы здесь сделал бы все это чужими руками попросил бы чтобы кто-то с вами поговорил а возможно это даже и происходит между вами знакомые там общие ваши друзья чтобы кто-то донес до вас понимание что вам нужно помириться и ваши отношения но не стоит вот заканчивать на такой вот грустной приятной ноте потому что вы же прекрасная пара вместе вы подходите все у вас хорошо если таких знакомых нет то здесь мужчина не в открытую потому что здесь у нас хитрый ход такой вот хитрый шаг будет пытаться разузнать у вас какими-то другими способами через поддельные аккаунты через чужие номера телефонов попрося там вашего друга там например написать вам вдруг познакомиться там или может быть у вас есть анкета на сайте знакомств ему здесь важно прозондировать вашу почву вот в которой вы сейчас находитесь по почва по отношению к нему естественно же сейчас я еще хочу посмотреть каким он это образом да никаким здесь будет пытаться самыми разнообразными хитрючими аспектами стратегиями пытаться вернуть ваши отношения вот действительно вот в идеале и прям чудесно было бы если вы были какие-то посредники через которых все постепенно постепенно мирненько там без преград мы снова соединяемся если нет таких посредников девочки в любом случае какие-то хитрые шаги и схемы он здесь будет придумывать и разрабатывать то есть вот мысль которая у него задерживается я хочу изменений и надо что-то такое придумать чтобы не прям в открытую а потому что в открытую тоже включается тот же механизм что раз он восстанавливает отношения значит где-то он готов поддаться где-то готов подстроиться где-то готов на какие-то изменения в самом себе из того что вам не нравилось так что текущая ситуация для него абсолютно дискомфортная и вот уже видео такой вот шпионский план придумывает в отношении вас хорошо давайте тогда будем смотреть на что он решится в итоге то и что он будет делать и медлить как я понимаю он здесь не планирует это будут какие-то резкие или срочные действия так на что он решится вы не представляете как ему страшно вы не представляете как он этого не хотел бы делать своими руками но похоже здесь придется даже если там какие-то подставные аккаунты или это ваши общие друзья ему все равно придется появиться перед вашими глазами мандраж здесь жуткий но деваться ему будет некуда он решится на появление и эта мысль она уже сверлит его мозг что это надо сделать ты это обязательно сделаешь и надо мириться до девочки он решится на примирение в котором он будет действовать сам то есть здесь надежда на то что вы сама попытаетесь что-то исправить видимо с каждым днем будет таять и по итогу то он приходит мысли что вы успокоились и вам наверно все равно и делать вы ничего не собираетесь но еще здесь такой еще вывод что как я понимаю ему в отношениях с вами было гораздо лучше чем вам с ним и он возвращение отношений заинтересован гораздо больше и вот это вот состояние что я еще и дальше смогу получать те эмоции которые были она его и будет подталкивать абсолютно не нравится ему то состояние которое он сейчас чувствует испытывает поэтому и всякие видите хитрые хитрые ходы шаги здесь разрабатывает вот но в итоге так или иначе вот перед вашими глазами ему предстать придется вот и вот этого он тоже боится он реально понимает что вы за то время что вы не общались вы не были вместе вы тоже здесь более трезво на вашу ситуацию стали смотреть более четко может быть более жестко более конкретно с вами так просто уже не получится и он тоже девочки подсознательно конечно готовится к вашему очень холодному приходу точнее к вашей очень холодной встречи когда вы его просто таким знаете вот обдадите ледяным взглядом и у вас будет каменное выражение лица и вот это вот конечно его тоже здесь напрягает но делать в любом случае нечего он все равно здесь будет стремится к вам что он будет делать по итогу это девочки и карта шестерка жезлов туз мечей это тоже девочки довольно таки быстрые карты поэтому это какие-то срочные действия это срочное решение которым принимается поэтому будьте готовы на всякий случай я вас просто предупреждаю так что он будет делать девочки но очень мягко будет стелить вот поверьте вот таким вот белым пушистым нежным романтичным вы его еще вряд ли видели королева кубков женщина король кубков то есть он просто покажет насколько он вас до сих пор любит насколько он вот прям вот ждал этой встречи не ждал того момента когда вы встретитесь внутренне конечно он съежит и он просто гадает какая ваша реакция будет предполагает я уже сказал что будет что-то не совсем такое праздничное для него и радушный прием вы ему вряд ли организуете но он постарается растопить ваше сердце какой бы вы снежной королевой не были он постарается здесь вывернуться вплоть до того что на изнанку он вам покажет как ему плохо было он вам пока и покажет и расскажет почему он там не появлялся для кого-то несколько недель несколько месяцев а для кого-то несколько лет но как он все это время страдал насколько у него эмоционально прямо не было настроения что он буквально только и ждал когда вы сможете встретиться он вам кстати пообещает какие-то грандиозные свои действия может быть здесь что-то материальное может быть здесь что-то вещественное но ему нужно будет очень быстро завоевать в основу очень быстро заполучить ваше расположение поэтому вот на обещание здесь он сказать да я все-таки решил да я это сделал он здесь купиться тоже не будет вот но посмотрим насколько это будет правда сколько это будет правда девочки вот правды в том что он вам будет обещать здесь процентов сорок я бы сказала потому что у нас здесь четверка пентакли да вот здесь вот сдержанная такая ситуация то есть прям вот обещает сделать за неделю сделать там дай бог там за полгода но вот честно потому что эта карта медленная очень и вообще эта карта такого бездействия по факту это но у нас здесь рыцарь кубка то есть что-то по итогу приятное какой-то результат который вы можете увидеть или даже потрогать он будет но обещать будет на все сто процентов я не знаю на двести процентов а получите как я сказала в итоге процентов 40 здесь тоже пожалуйста особо не очаровываетесь и не верьте вот прям вот сразу сходу а поверить захочется потому что он здесь ну вот как я сказал очень и очень мягко будет стелить 10 действия будут потом с его стороны чтобы закрепиться и дальше рядом с вами вот но не все то что он вам обещал так что фильтруйте все то что он вам говорит как минимум здесь наполовину ну и конечно принимайте свое собственное решение вот здесь вот можно будет посмотреть что происходит в ее жизни вполне возможно что именно жизненные обстоятельства подталкивают его такие вот быстрые срочные принимать решение и также быстро действовать вот а я с вами прощаюсь ненадолго встретимся с вами в следующем видео обнимаю и желаю вам всего самого наилучшего пока пока пока